Почти 3,5 трлн рублей – так выглядит дыра российского бюджета. Цифры по итогам апреля, хотя такой дефицит прогнозировали лишь в конце года. Проблему признал даже министр финансов Антон Силуанов. На встрече с Путиным он рассказал о том, что доходы от продажи нефти и газа уменьшились вдвое. Не то плохо, что мы в заднице, а то, что мы решили в ней устраиваться. То есть ситуация далеко не благостная, хотя и эксперты, и тем более официальная пропаганда очень активно эксплуатируют тему, что в начале этих событий нам предсказывали, что падение экономики составит 8-10%, а ВВП упал всего по официальным данным на 2,1%. Но тем не менее это все-таки падение. По словам бывшего министра экономики Андрея Нечаева, хуже всего ситуация обстоит с газовыми доходами. Если нефть теперь продается, пусть и с серьезным дисконтом на азиатские рынки, то с голубым топливом ситуация выглядит совсем иначе. Газопровод – это не детский конструктор, где взял и переложил из Европы в Азию. Там, соответственно, возникают просто логистические проблемы, поэтому поставки газа даже в физическое измерение, а не только в стоимостном, они легко упали. Они сейчас где-то находятся на уровне конца СССР, когда вообще была ситуация такого полного разгового. Ну и, соответственно, доходы бюджета от газа, они редко упали. Дефицит в российском бюджете возник не только из-за того, что упали доходы, но и из-за того, что расходы выросли. Официальные цифры перестали публиковать еще год назад, но финансовые аналитики и без того знают, на что Кремль увеличил траты. К финансовому коллапсу образовавшаяся финансовая дыра не приведет, рассуждают аналитики. В конце концов, у России есть еще кубышка под названием «Фонд национального благосостояния». Но надолго ее может не хватить. В принципе, деньги есть на покрытие этого разрыва. На этот год точно есть. На следующий год, я думаю, что тоже найдут. Но я не уверена, что у Минфина, у правительства и у Кремля есть какой-то горизонт планирования за пределами оставшихся полутора лет. Пока экономисты наблюдают за стагнацией российской экономики, большинство россиян оценивают ее состояние по ценникам в магазинах. И там ситуация тоже нерадостная. Если брать официальные данные Росстата, то по прошлому году он дал оценку инфляции 11,9%. Ну, соответственно, на 12% в среднем люди стали беднее. А, ну, скажем, агентство «РАМИР», которое там совсем особенным способом считает индекс потребительских цен, по среднему чеку они считают, они вообще дают там оценки в 40%. Что отмечают многие, так это то, что экономика России оказалась устойчивее, чем от нее ожидали. И в этом, как ни странно, помогли санкции. Финансовая система страны стала меньше зависеть от внешних потрясений. Впрочем, это, как говорят аналитики, забег на короткую дистанцию. На длинной санкции неизменно дадут о себе знать.